МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда с экспертами Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как уберечься от несчастных случаев зимой? Какими средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены работники во время холодов? Как правильно организовать работы зимой на высоте? В нашей студии Дмитрий Анисимов, главный специалист отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте, Ян. Спасибо, что пригласили. Но вопросы обеспечения безопасности, на мой взгляд, это главные вопросы, потому что они касаются нашего с вами здоровья, а иной раз они касаются нашей с вами жизни. Поэтому темы, которые вы задрагиваете, они очень и очень важные. Значит, период зимы... Причем ведь важны они еще почему? Потому что зима-то уже, собственно говоря, вот практически вот она уже наступит скоро, буквально. Да, она уже буквально вот-вот и, скажем, покажет свою силу природы. Значит, вопросы безопасности, они исключительно важны. И работодатель перед тем, как вообще в принципе направить работника на выполнение работы зимой, он должен посмотреть, значит, какие средства защиты ему выдать. Есть очень много разной нормативки, мы у него даваться не будем. Но первое, то есть это самые необходимые вещи, которые он должен обеспечить. То есть он должен дать теплую одежду. Она предусмотрена специальными нормами, обязательно. То есть он должен защитить тело человека, его голову, обязательно это должны быть рукавицы и специализированные ботинки, которые выдерживают, ну, скажем, температуру в том климатическом поясе, в котором мы находимся. Это обязательно работодатель должен сделать. Еще здесь надо оговориться о том, что работа зимой, да и вообще в принципе работа со снегом, это работа с повышенной опасностью и в которой есть риски. Так вот изначально, вообще перед тем, как все эти работы делать, приступать, как их организовать, работодатель должен просчитать эти риски. Это сейчас, скажем так, очень модная тенденция, если можно так назвать, которая в свою юридическую законную силу вступила с 1 марта 2022 года. То есть мы сейчас перед тем, как организовать любые работы, в том числе и работы по уборке снега, по очистке крыши, кровель, здания от снега и наледи, должны просчитать риски, должны выявить опасность. Поэтому на что ему еще следует обратить в этом случае? В случае, когда работодатель направляет работника, ну скажем так, на уборку территории, он его обеспечивает не только средствами защиты, но перед этим он должен убедиться, что его работник прошел медицинский осмотр. Он должен его организовать. Вот это очень важный момент на самом деле, да? Да, то есть он вообще должен сначала посмотреть, а пригоден ли человек по состоянию здоровья к той работе, которую он ему будет поручать. Поэтому здесь наш с вами законодатель тоже очень строг. Он обязывает работодателя перед тем, как принять работника на работу, направить его на медицинский осмотр и выявить, посмотреть, может он с этими факторами-то вообще работать или нет. Дмитрий Владимирович, прошу прощения, что перебиваю. Вот смотрите, а здесь важная такая деталь. Вот это делается при приеме на работу или это делается, я имею в виду медицинский осмотр, или это должно делаться и при направлении его на какие-то виды работ. Потому что, ну, например, ты человека взял на работу летом, и ситуация одна. Или там весной. Пришла зима, и пришли сильные морозы и метели, ситуация другая. А вот здесь как быть? Вот смотрите, здесь вы затрагиваете очень две главные вещи. Первая вещь – это сезонность выполнения работы. И следующая главная вещь – это тот порядок, ну, закон, который устанавливает, как проходить эти медицинские осмотры. Значит, в принципе, прохождение медосмотров, оно завязано на тех факторах, на которые они работают. То есть, если мы говорим про уборку снега, если это какие-то рабочие, дворники и так далее, то сезонность, ну, круглый год их затрагивает. Поэтому работодатель эти факторы уже должен учитывать при медосмотрах. Значит, следующий момент. Медосмотр есть двоего вида. Направляется перед приемом на работу, он так называемый предварительный медосмотр. Он смотрит, направляет человек в медучреждение, оно смотрит, пригоден ли он к работе, либо нет. Потом есть еще и периодичность. Если этот человек остается работать, работает год, либо два, работодатель его должен послать уже на периодический медицинский осмотр. Глобальная разница в них заключается в том, что первый выявляет, пригоден он к работе, а второй, периодический, уже говорит, не получил ли человек некое профессиональное заболевание. Либо эти вредные факторы провоцируют его организм, ну, то есть, заставляют функционировать не так, как он должен. Здесь работодатель проявляет контроль состояния организма человека. То есть, это его прямая обязанность по трудовому кодексу. Поэтому, перед тем, как работника направить на уборку снега, либо очистки снега с высоты и так далее, медосмотр, это первое, что должен сделать работодатель. Непосредственно. Непосредственно. Перед этими работами. Непосредственно. То есть, перед тем, вообще, как он с ним оформит трудовой договор, либо его направить туда, он должен сначала направиться на совершенную работу. Вот это важная деталь. Я почему просто сейчас об этом подумал, потому что, ну, общеизвестный факт, это, наверное, все знают, что там водителя, профессионального водителя, я имею в виду, он каждое утро проходит предрейсовый осмотр, так называемый. То есть, проверяют давление, пульс, там, и смотрят, там, выпил он или нет. То есть, в каком он состоянии, грубо говоря. Здесь, смотрите, какая, это вы все правильно говорите, здесь это виды медицинских осмотров. Здесь, да, есть отдельная, скажем так, норма, которая предписывает это делать для водителей. Вот норма, которая говорит по очистке снега от крыш, либо уборка территории, такой нет. То есть, он проходит этот медосмотр первый раз при приеме на работу, второй раз уже в зависимости от тех факторов, в которых он работает. То есть, непосредственно каждый раз его никто не будет посылать, мерить давление и так далее. То есть, это делается при приеме и потом периодически. Ну, вот так построено наше с вами законодательство. Даже исполняя это, мы уже гарантируем некую безопасность работника. То есть, мы знаем, сможет он выполнить ту работу, которая ему получается. Если вы позволите, я скажу следующий очень важный момент. Значит, вот представим ситуацию, да, то есть, у нас вот скоро будет убирать снег, в этом дворники будут, уборщики, достаточно работники хозяйства и так далее. То есть, вот они примутся, работодатель обязан провести медицинский осмотр, потом он их обязан обучить. То есть, смотря какими орудиями труда они будут работать, он должен обучить, как безопасно выполнять эти работы. Это тоже очень большая глобальная тема, потому что виды работы там достаточно большие. То мы посылаем человека очистить тротуар от снега, то ли мы посылаем очистить человека крышу и кровлю от снега. Это разные виды работы. Да, принципиально разные. И он при этих разницах должен его обучить, как это делать правильно и как это делать безопасно. Только после этого работодатель может его допустить к работе, если он все это, работник сделал, скажем так, сдал внутренние такие тестирования, экзамен, как хотите называть. Вот после этого работодатель еще обязан его обеспечить всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Если мы также ведем разговор о том, что работа у нас осуществляется в холодное время года, то с точки зрения закона здесь тоже есть некие нормативы, которые говорят, как эти работы организовывать. Ну, в общем, если у нас с вами бригада какая-то выезжает на очистку улицы, ну, скажем так, это трасса и так далее, то есть рядом нет каких-то жилых помещений и так далее, ну, вот она там работает, и у нас уже зима в разгаре, то обеспечив только средствами защиты, это будет мало. Значит, данные виды работ предусматривают следующий характер. Они должны проводиться с перерывами. И в момент перерыва работникам должно быть предоставлено помещение с обогревом. Теплое. Да, совершенно верно. Они должны пойти туда и обогреться. Есть моменты, разные такие юридические тонкости. Значит, вот эти перерывы, когда они обогреваются, они тоже включаются в их рабочее время. Работодатели обязаны им это оплачивать, потому что они выполняют, скажем так, свою работу. Поэтому организация зон обогрева, где это должно происходить, тоже лежит на работодателе. Он должен это предусмотреть. Есть определенные санпины, где прописано по температурам, когда какая температура, и сколько им надо обогреваться, и так далее. Как делать перерыв, а при какой температуре. Вообще, в принципе, нужно исключить. Да, совершенно верно. А при какой температуре, вот в принципе, нельзя? Ну, если... Так на вскидку. Нет, я могу даже сказать, есть эти санпины, там разделено по категориям. Ну, значит, передвижение по вообще физическое передвижение, физическая нагрузка, перенос груза уже запрещается при температуре ниже 30 градусов. Это на, значит, открытом воздухе. Еще есть виды работ, которые проводятся также зимой, но в помещении. Там тоже есть своя градация температуры, какая должна быть там. Ну, примерно это в идеале, то есть в холодное время года работа в помещении неотапливаемая, то есть температура должна держаться примерно 21-24 градуса. Соответственно, если она не держится, работодатель должен довести ее до такой степени. Вот. Хочется здесь что отметить. Как и в принципе, вот эти виды работ, так и охрана труда, она очень, ну, скажем так, разноплановая и тяжела. Поэтому работодателю нужно изучать законодательство в этой сфере и по возможности, что мы всегда говорим, соблюдать те требования, которые там прописаны. Потому что элементарные те действия, которые мы назвали, соблюдение их уже говорит о том, что мы заботимся о здоровье работника и можем сократить получение работникам той или иной травмы при работе. Поэтому есть законодательство, которое регламентирует эти работы, есть работодатель, есть работник. Работодатель должен со своей стороны организовать эти работы с технической точки зрения, с другой. А работник, есть его главная обязанность. Он должен правильно применять средства защиты и соблюдать те нормы, которые установлены. То есть, понимаете, мы иногда сталкиваемся с таким моментом, если про это можно говорить. Да нужно на самом деле. То есть, здесь два края есть, скажем так. Когда работодатель все закупил, сделал, выдал работнику. И работник это не применяет, не использует. Бывает следующий момент. Бывает. Я думаю, что особенно в России это довольно распространенная практика. Распространенная практика. Бывает, когда работодатель не закупает, а когда работник... Хочет. Хочет, да. И, мол, я бы применил, но нечего. То есть, здесь надо понимать вот эти две особенности. Поэтому разберем ту ситуацию, когда работодатель закупил. Он закупил средства защиты, выдал работнику. А он их не использует. Объяснил, как использовать. Да, он их объяснил. Здесь надо сделать ремарку по новому порядку. Он его должен еще и обучить, как пользоваться, как носить эти средства защиты. Но работник почему-то не хочет этого делать. Значит, важная и главная обязанность работодателя проконтролировать, чтобы работник носил эти средства индивидуальной защиты. Это очень важно. Потому что работники, ну, по практике, по общению, они говорят, что неудобны некоторые средства защиты. Некомфортно. Но здесь мы всегда можем говорить, что это их жизнь и здоровье. Потому что если, ну, одеть, грубо говоря, если есть риск падения сверху каких-то предметов в каску, вы уже себя обезопасите. Если зимой одеть рукавицы, вы себя уже обезопасите. А если еще работодатель закупил вам хорошую обувь, почему бы ей не воспользоваться и не одеть? Вот. Вопросы мы с вами дальше будем разбирать, что касаемо работ на высоте. Вот это, кстати, важный момент. Да, вот здесь важный момент. Ведь как правильно организовать эти работы? Совершенно верно. Там есть определенные правила, и они написаны, как говорят, кровью. Да, совершенно верно. Потому что, если позволить, вот падение с высоты – это очень частый несчастный случай, который происходит на производстве. К сожалению. К сожалению. Более того, это происходит не только в строительной сфере. Это может происходить и в сфере, не связанной со строительством и так далее. У нас есть такие, скажем, несчастные случаи, которые мы и разбирали. Действительно, правила написаны кровью, инструкции по охране труда написаны кровью. Поэтому здесь, если мы уже к этой теме перешли, я бы хотел сказать один момент. Работа на высоте – это, в первую очередь, работа повышенной опасности, где есть риск падения человека. На что работодатель должен обращать внимание в первую очередь? Значит, наше законодательство построено очень интересно. И если его читать грамотно, ну, возникает ряд вопросов. Значит, первое, что должен сделать работодатель, как я уже говорил, – это просчитать риски. Он должен понять. Просчитать, да, понять. Вторым моментом – он должен разработать технико-технологические мероприятия. Может быть, если он сделает какие-то конструкции, это уже не будет работа на высоте. Может быть, он уже обезопасит работников. И вот если первые два мы не можем как-то повлиять, ну, физически, в принципе, тогда вот у нас уже поступают прям в полную силу работы на высоте, когда работодатель должен обеспечить работников специальными средствами индивидуальной защиты, страховочными привязями, касками и системами спасения. То есть это разные виды работы, может быть, но он это должен сделать. После того, как он просчитал все эти опасности. Потому что, ну, самые яркие примеры, в принципе, вот про то, что мы говорим, это очистка снега, которая нас ждет, в принципе, вот уже не за горами, буквально скоро она будет происходить. У нас же есть два вида крови. Есть кровли скатные, есть кровли прямые. И совершенно разные будут средства защиты при организации этих работ. Потому что, ну, скатные кровли, мы все сами понимаем, это риск падения очень высокий. Конечно, просто съехать с нее. Просто съехать с нее, да. Но если вы посмотрите по территории нашего города, вот есть такие кровли, но внизу еще, то есть на коньке есть ограждения, которые могут, ну, как-то хоть воспрепятствовать падению. На некоторых их нет. Так вот. Или они сгнили. Или они сгнили. Ну, совершенно да. То есть могут быть разные обстоятельства. Так вот, когда мы вещь ведем сейчас про работодателя, он допускает своего работника туда, он должен просчитать все риски и выдать ему страховочную систему. Более того, он ее не просто должен выдать. Эта страховочная система в этих условиях должна реально работать. Именно на той крыше. На той крыше, совершенно верно. Потому что есть такое понятие, ну, немножко, чуть-чуть в терминологию, как анкерные точки. Это точки, куда происходит крепление этой системы, что если работник падает, как бы сказать, это анкерная точка, не уйдет, да, не уйдет вместе с ними. И вот здесь какие, значит, требования? Это первое. Работники, которые там работают на высоте, они должны быть обучены. Это прям вот как настольная книга. Она у всех разная. То есть не обученных людей туда просто допускать нельзя. Потому что риск падения очень велик. Значит, правильно организовать. Человек должен быть обучен. И он должен работать с правильным оборудованием, инструментами. То есть представляете, сколько совокупностей факторов. Кстати, я подумал, и нужны ведь даже элементарные вещи. Вот он вышел, у него эта привязь, она должна быть той длины, которая, с одной стороны, позволяет работать, с другой стороны, она, ну, не будет на земле, грубо говоря. Потому что если у тебя привязь не позволяет очистить тебя в снег, есть риск, что она просто отсекнет и пойдет без нее. Есть риск. Много деталей, на самом деле. Много деталей. Вы говорите совершенно правильные вещи. Вот даже мы, люди, которые с этим сталкиваемся, эти отмечают. И вот вы смотрите, здесь в чем ситуация. У нас вообще, в принципе, законодательство по работам на высоте, оно, скажем так, постепенно реформировалось. И вот сейчас есть такое понятие, как страховочная привязь. Это не просто, ну, назовем, ну, просто трос, который привязывает за пояс. Сейчас так делать неверно. Страховочная привязь – это та привязь, которая проходит через все тело. Лямки здесь и лямки на ногах. То есть она уже человека страхует. Да, и здесь уже страховочный пояс, который привязывается к конкретной точке. Значит, в чем беда? Вы ее уже озвучивали. Некоторые люди, вот эту и работодатели, страховочную привязь не применяют. Они просто обвязываются канатом, привязывают его к трубе, либо к какому-то другому, и начинают работать. Здесь полностью не обеспечена работа на высоте. Поэтому какой длины канат никто не меряет. Да, может быть, он до земли достает. Да, может, до земли достает. Кстати говоря, вещь не смешная. У нас был несчастный случай на территории города, когда перед Новым годом молодой человек, 21 или 22, я не помню, решил подсработать, обратился в ТСЖ, чтобы почистить снег. Ему выдали лопату и канат. Но он себя привязал, не посмотрел, какой канат длины, и упал с пятого этажа. Оказалось, что длина каната была такая, что он совершенно спокойно упал на землю. Совершенно спокойно упал на землю, и от падения получил травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, да. К сожалению, бывают такие ситуации, и их надо избегать. Поэтому мы с вами и говорим про то, что первый человек должен просто быть обучен. А он этого просто не знал, он просто в голову не пришел. Он даже просто не представлял, что, грубо говоря, это опасность, что он может упасть, и как все это дело организовать. И, кстати, страшно, скорее всего, ведь он был один на крыше, потому что если бы рядом был какой-то некий опытный человек, он бы ему, может быть, сказал, ты вообще что делаешь? Совершенно правильное замечание. Одному-то там нельзя находиться? Да, вот я логически к этому и подвожу. Мало того, что люди обучены, обеспечены средствами защитами индивидуальными, эта работа должна быть грамотно организована. Ни в коем случае туда человек один не должен допускаться. Там работает бригада. Обязательно. Если мы берем с вами очистку крови, даже скатной, любую, когда идет сброс снега и так далее, то есть внизу-то тоже должны проводиться мероприятия. То есть зона должна быть ограждена. Ну, как в известном фильме. Оно смешно, но оно очень правильно. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, потому что вот снег башка упадет и так далее. Совершенно верно. То есть внизу должен стоять контролирующий человек, который будет предупреждать граждан. Внизу наверху как минимум два работника должны быть со страховочными приземами, сделаны, привязаны к конкурной точке, чтобы все было хорошо, и производить уже сброс снега. Тем оборудованием, которое правильное, грубо говоря, потому что они же тоже могут и кровлю поранить и так далее. Вот это правильное. Понимаете, то есть когда выдают каску, выдают страховочный привязь, плюс, мы еще должны учитывать тот фактор, что это работа в холодное время года. Здесь еще включается... А на крыше еще и ветер. Вот. Вы очень пренаконеновенный человек. Дует ветер. Давно живу. Даже в этой отрасли, как бы сказать, не бывает, а вот задаются очень грамотные вопросы. Ветер. Очень опасный фактор, потому что если ветер более 15 метров в секунду, мы уже не должны производить работу там. Даже если будет он привязан, будет средство индивидуальной защиты, может сработать разные эффекты. Вы знаете, вот это тоже описано в правилах. То есть человек может упасть, у него будет привязь, все хорошо, он держится, и он может попасть в так называемый эффект маятника. Когда он будет из одной стороны в другую сторону. Мотаться и биться обо что-то. То есть, понимаете, это тоже опасная ситуация, она тоже описана в правилах. Это страшная ситуация, да. Страшная. И более того, работодатель должен это просчитать. И он должен применить систему спасения. Есть разные системы, там по правилам все описано, есть самоспасение и так далее. Вот. Поэтому, опять-таки, ответственность и так далее. Но здесь, знаете, какой хотелось бы затронуть еще вопрос? Средства индивидуальной защиты и их стоимость. Потому что средства на высоте, они достаточно дорогостоящие средства. И многие жалуются, что мы их не можем закупить, либо мы их закупим. Они же покупаются по размеру для работников. Вы же понимаете, приходит другой работник, другие размеры и так далее. Ну да, разные люди. Разные люди, совершенно верно. Но, грубо говоря, здесь мы ставим в противовес здоровье работника. Все-таки здоровье, оно важнее. Плюс, вы знаете, наше законодательство тоже не стоит на месте. Предусмотрено. Есть такой фонд социального страхования. Вот. И если работодатель тратит деньги на закупку этих средств индивидуальной защиты, он может, имеет право, сейчас это включен в список, воспользоваться возвратом частью средств, потраченной на закупку средств индивидуальной защиты. То есть, часть денег компенсировать может, да, и опять потратить их на охрану труда, на обеспечение вопросов безопасности. То есть, в той или иной степени процедуры-то делаются, чтобы, ну, они реализовывались на месте, чтобы работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это очень главный момент. Значит, смотрите, следующая ситуация, которая может возникнуть, и она возникает при производстве работ на крыше после кидывания снега. Мы прекрасно знаем, что у нас, ну, достаточно количественно управляющих компаний на территории города. Очень. Ну, прилип. Сотни. Сотни. Да, я тоже видел эти списки. И есть, более того, эти компании еще привлекают по договору подряда специалистов, которых они направляют на очистку крыш. Так вот, я хочу обратиться к тем же специалистам, которые полезут на эту крышу, к тем работникам, которые будут нанимать эту управляющую компанию, ТСЖ и так далее. В правилах есть очень четкая вещь, что тот, кто производит работы на высоте, должен себя и обеспечивать средствами индивидуальной безопасности. В том числе правила распространяются не только на юридические лица, но и на физические лица. Грубо говоря, если с работником заключается гражданско-правовый договор, то… То есть он не в штате, а он по договору. Да, совершенно верно. Он работает по договору и оказывает услугу. То в этой ситуации, вот эта управляющая компания или ТСЖ, она снимает с себя ответственность по закупке этих средств защиты. И безопасности его, по сути дела? По сути и безопасности. В этом случае он должен как-то обеспечивать себя сам. То есть это его головная боль? Это его головная боль. Но смотрите, здесь какой момент есть. ТСЖ, либо управляющая компания, это же ее территория. Ее территория. Она отвечает за нее. И она не может просто-напросто допустить туда человека, у которых нет средств индивидуальных защиты. То есть он контролирует… То есть она не может закрыть глаза и сказать, делай, что хочешь? Нет, ни в коем случае. Если они это делают, они нарушают. Потому что они главные, ну как бы сказать… Все равно в итоге они отвечают. Они тоже будут отвечать, как бы там сложные процессы. Но я к чему веду? Что ни в коем случае, если складывается такая ситуация, на данный момент у нас есть закон, который позволяет ее урегулировать. То есть все эти субъекты, те, кто будет выполнять работы на высоте по скидыванию крыш, так или иначе должны работника обеспечить средствами индивидуальной защиты и организовать безопасное выполнение этих работ. Это обязательно. Потому что, ну, достаточно часто ходим по городу, ну, видим, что есть те, кто обеспечены, есть те, кто не обеспечены, есть кто обеспечены наполовину и так далее. Кто-то их оберегает, что они не падают. Но это очень высокий риск. Мы не должны допускать таких рисков, мы должны на это обращать внимание. Поэтому, что касается вот этих всех моментов, может быть, на первый взгляд непонятных, кто за что отвечает, самое главное, чтобы я рекомендовал, если вы идете работать на высоте, это ваша жизнь, это ваше здоровье. Позаботьтесь даже о нем, если кто-то другой не заботится, скажите, что мне положено, я не буду работать, это очень высокий риск, я могу упасть, я могу получить травму. Поэтому, да, приходится так вот действовать. Но, опять-таки, повторюсь, в основном большие, крупные предприятия, они обеспечивают средствами индивидуальной защиты и так далее. Есть передовые практики, кто это как правильно делает. Всегда можно посмотреть на ту или иную компанию. То есть нужно интересоваться, нужно выполнять эти работы. Плюс, если я сам произвожу эти работы, я знаю, вот, например, на территории города есть много так называемых промышленных альпинистов. Потому что раньше вот эти все работы на высоте, они назывались как бы так вот негласно среди экспертов, как промышленный альпинизм. Сейчас эти люди оказывают услуги, но это грамотные люди. У них есть оборудование. Да, они заключают вот эти все гражданские права и договора и лезут на высоту, но они сами себя обеспечивают. Но очень часто мы встречаем такую ситуацию, что люди не знают, что такое работа на высоте, но все равно идут туда работать. Поэтому надо думать. Надо думать, да, совершенно верно. К сожалению, время, программа мне подсказывает, подошло к концу. Большое спасибо за интересную, самое главное, содержательную и очень глубокую беседу. Потому что все то, что вы сейчас рассказывали, это крайне важно. И я думаю, что мы с вами еще встретимся и обсудим другие детали безопасной работы людей зимой. Потому что, на самом деле, зима – это очень сложное время. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что пригласили. И обращаясь ко всем слушателям, будьте осторожны, берегите свое здоровье. Оно у нас одно. Всего доброго. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Анисимов, главный специалист отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова